Для тех, кто хочет идти в ногу со временем, но при этом не забывая основы своей религии и своих традиций, создание женского центра как нельзя кстати. Здесь планируют оказывать помощь всем представительницам женского пола, независимо от возраста и вероисповедания. Подробнее о том, что из себя будет представлять духовный центр, какие аспекты затронет в сюжете Патимат Ханаповой. Духовное образование, курсы по самым разным специализациям и место для досуга. В центре моря будет все, что необходимо современной женщине. Кроме того, центр станет поддержкой и опорой для девушек, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Им будут оказывать профессиональную, юридическую, психологическую и медицинскую помощь. Инициатором проекта выступила Айна Гамзатова. Центр не заставит себя долго ждать. И потом, мне кажется, вот сегодня у нас в гостях были друзья из Татарстана, друзья из Азербайджана, из соседней республики Чечни, с Москвы были гости. Я думаю, что вот эта информация, она разлетится по всему миру. Самое важное – все это будет сосредоточено в одном месте. Центр будет построен в самом сердце столицы, на территории первого здания Духовного управления мусульман Дагестана. Место, объединяющее множество знаковых обстоятельств. Я увидел в презентации сегодняшней, что самое главное предназначение – это социальный проект. Это будет еще одно место, где у них появляется новое место для того, чтобы пойти и потратить свое свободное и, скажем так, несвободное специальное время. Там будет все. Там можно получить познание в целом об исламе, изучить Коран. Там возможно получение консультации по разным направлениям деятельности. В центр сможет обратиться любая представительница прекрасного пола. В возрасте, вероисповедании семейное положение не будет иметь значения. Идею проекта высоко оценили и представители соседних республик. Это будет, можно сказать, мирилом и центром не только для Дагестана, а для всей России. Потому что самое правильное – это если мы достойно будем бережно относиться к нашей прекрасной половине, к женщине, как подобает мусульманину, как об этом говорит Аллах Всевышний в Священном Куране. Духовный женский центр станет частью грандиозного проекта – Духовного центра имени пророка Исы. Начало уже положено, место определено и проект презентован. Теперь дело остается за каждым из нас. Любой может стать частью важного проекта и принять участие в развитии нашего общества. Важно каждое пожертвование. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.